Текстиль развит. Много русские челноки приезжают в Стамбуле, покупают товары в оптом и в розницу. Районы Левент вы видите напротив и по левой стороне. Вот эти высокие здания небоскребы. В этом районе напротив нас около 20 тысяч людей. Самое высокое здание, видите, с маленьким флагом впереди и пилом. Это жилой комплекс. Отличается от всех остальных. Или района приблизительно 20 тысяч служителей в этих небоскребы и офисы работают. Кроме экономический бизнес-центр, у нас торговля развита. Говорили, русских приезжают. В прошлом году, когда Путин запретил ехать, было вообще тяжело на всех продавцы там в магазинах и на производителей. Потому что товар остался и лежал. А там, где у вас отель, это магазинчики, где бутики, где именно эти челноки покупают товары. Там аренда магазина за месяц, в зависимости от расположения и квадратура, между 5 тысяч долларов и 15 тысяч долларов. Аренда за месяц, представляете? Месяц, два, три. Ждали люди, чтобы отношения улучшились между Россией и Турцией. Но это продолжило год. И много уже освободили магазины. Значит, город, в городе торговля развита. Не только для русских челноки, для местных. Значит, занавесы, шторы в афракийской части производства через Стамбула направляются на востоке Турции. Анкара, я вам говорила, просто деловой. В пригорода города, индустриальной зоной находится. Производство на запчасти машин. Машиной собирается у нас между городом Стамбула и Куджайли есть завод Хундай. Есть недалеко от Стамбула, в городе Бурса, завод, где собирается Ford, Renault, Toyota. А эти тракторы, мото-кары, всё именно вокруг Стамбула. Поэтому есть производство и на запчасти. Значит, кроме собирает эти машины и сельскохозяйственные машины, то и запчасти производятся. Примерно, когда из Болгарии, Греции, арабских стран восточных, те, которые граничат с Турцией, даже Грузии, проезжают автобусы, они останавливаются на парк автобусных, где их ремонтируют. Потому что у нас находится завод, где собираются автобусы и мерцедесы. Самые известные кладбища проезжали. Известные говорят, потому что бизнесмены, актёры известных, захоронены в этой кладбище, которые проезжали. Это центральная автобусы города Стамбула, которые на оплату имеют право и возможность захорониться уже в пригородах города. Находится таких кладбища. Индустриальная зона не только запчасти и машины собирает, но там есть и производство на пищевая промышленность, молочные продукты пригорода. Города и европейской, и азиатской части есть, потому что остальные города между Стамбула и этих городах находятся деревни, где есть люди, которые занимаются животноводством. И молочных продуктов производится именно в этих зонах. А в городе находятся больше 100 торговых центров. современной, молой. А, дорогие гости, мы уже по 1-й проспекту города Стамбула направляемся в старой исторической части. Справа далеко, не видно отсюда, находится в...